Я думаю многие заметили то, что это третье видео подряд на моем канале. Я хочу запустить для себя челлендж, а именно до конца лета каждый день выпускать для вас серии. Поэтому я хочу от вас увидеть максимальную поддержку, активность. Давайте на этом ролике наберем 200 лайков. Я вам буду очень сильно благодарен. Ну а сегодня будет довольно интересное видео, в котором я вам покажу, как я покупал транспортную компанию. Как многие знают, я продал таксопарк, продал его за определенную сумму. И я себе там приобрел машины и приобрел также транспортную компанию. На эту компанию я потратил больше 100 миллионов, поэтому я советую вам посмотреть это видео от начала до конца. Ну а если вы еще не играете на проекте Мазин Холиплей, то конечно же не забывайте вводить мой промокод. Пишите слэш мэм, 7 пункт промокод, указать друга ютубера и вводите самый лучший промокод полканов. За этот промокод вы получите 450 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервачке. Ну а я вам могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, ставьте лайки, конечно же подписывайтесь на канал, скидывайте это видео друзьям, пишите комментарии. Я максимально для вас стараюсь, поэтому постарайтесь и для меня покажите реально хороший активчик. Ну что ж ребятки, я думаю пришло время вернуться на дальнобойщики, показать себя реально, вспомнить те самые времена, когда мы забирали топы там и так далее. Не знаю получится ли у нас обратно это делать, может быть сейчас намного серьезнее конкуренция, но все-таки пацаны я решил обратно создать транспортную компанию. Да пацаны, мы возвращаемся на дальнобойщики, ютуб леггинс будет жить пацаны. Сейчас мы найдем свободное место, которое меня интересует, то самое место возле базы для бойщиков. Так нажимаем купить, делаем название ютуб леггинс, теперь делаем цвет фур. Так, красный цвет 30 миллионов пацаны, все готово просто, просто готово пацаны, я купил возвращение просто, просто возвращение. Да пацаны, я обратно купил транспортную компанию, я думаю многие от меня это ожидали, когда увидели то, что я продал таксопарк, тем более я делаю это сразу. Я не знаю, ну попробуем пацаны, реально попробуем, я не буду там говорить то, что вот мы там будем самые невъебенные там и так далее. То есть, ну такого я не буду говорить, мы попробуем, реально попробуем, тем более, ну люди, люди есть пацаны, есть кому работать, поэтому я думаю будет интересно. Как бы вот я создал транспортную компанию, я думаю то, что можно будет сейчас фуры купить, я думаю 5 штучек хватит. Начинать наш путь пацаны, наш путь обратно в дальнобойщики. А то блять так катает меня, блять, радуется жизни блять. Конечно, купил тачку на срабах, почему бы и нет, да? Да, многие еще не знают то, что я продал, как бы, я продал такси и сразу записываю следующий ролик. Та ты шо, вот это пацаны, да. Блять, я люблю дальнобойщики на самом деле. Да, таксопарк, как я и сказал, это был хороший, интересный бизнес, это был хороший опыт, но все равно для меня дальнобойщики и для моих пацанов это лучше. Потому что здесь реально очень хороший заработок. Да ебись оно, да пацаны, да, это мы, это мы вернулись. Продал таксопарк пацаны, все, теперь дальнобойщики на месте, пацаны, просто дальнобойщики на месте, блять. Поэтому все отлично, сейчас мы закупаем фуры, я куплю штучек 5, думаю, магнумов. Вот 100 миллионов положим сразу, так сходу, просто. Счет компании, оплатить компанию, оплачиваем ее на 30 дней. Счет компании, оплачиваем ее на 30 дней. Вот это обратно теперь отвыкать, понимаете, таксопарк, блять, транспортная компания. Все, я дальнобойщик, пацаны, запомнили? Ну что ж, дамы и господа, вот и прошло уже несколько дней, как я владею транспортной компанией. Сегодня я вам покажу, какие у нас успехи, получаются у нас брейтопы, либо все максимально печально. То есть я вам сейчас покажу все, что произошло, в принципе, за эти дни, когда я владею транспортной компанией. Итак, первое, что мы посмотрим, это сколько у нас наград. Наград у нас, как бы, немного, пацаны, да, немножко, как бы, мы сдаем позиции, потому что сейчас конкуренция такая жесткая. Тем более, на данный момент нету того состава, который был раньше, то есть сейчас, как бы, у меня вообще очень мало людей, то есть даже компания не забита. То есть мы накопили всего лишь 4 награды. Давайте теперь посмотрим рейтинг, допустим, за сегодня. То есть вот, как бы, рейсы, да, нас очень жестко, как бы, обгоняют. Но утром мы сегодня топ забрали. Да, пацаны, один топ в день. Я согласен, это очень слабо, но, повторюсь, у нас нету состава. Нас толком катает, ну, человек 5 максимум. Я там иногда катаю, то есть я стримлю, снимаю ролики, как бы, у меня есть еще личная жизнь. Я не катаю жестко, как это было раньше, понимаете? По факту, как бы, у нас сейчас один конкурент, это Чиловы, как бы, мы их уже давно знаем, у нас с ними уже конкуренция, ну, уже давно. Когда мы пришли на проект, они, по-моему, тоже пришли, точнее, на сервак. И у нас с ними конкуренция уже довольно-таки давно, но мы, в принципе, с ними нормально общаемся. Ну что ж, теперь давайте поговорим про премии. Премии у нас довольно-таки интересные, такие же самые, какие были и раньше. То есть я премии оставил такие же самые, то есть это 5% x3 премии. То есть накатали 50 тысяч, получили 150 тысяч. Накатали 100 тысяч, получили 300 тысяч. У вас сейчас на экране, в принципе, полностью все показано, расписано. Кому интересно, можете взять, почитать. Но, к сожалению, как бы, пока нас не было, все поменялось. То есть, допустим, у наших конкурентов, у них стоит 1% x10 премии. Но мы посидели, с пацанами посчитали, как бы, все рассчитали, и все равно, по факту, у нас выгоднее катать. У нас люди будут зарабатывать больше с помощью премии, но почему-то людей как-то больше устраивает то, что 1% x10 премии. Ну что ж, теперь предлагаю перейти непосредственно именно к собой работе, то есть работе для бойчика. Я вкачал 110-й скилл. Для тех, кто не знал, как бы, рассказываю и показываю. Вот 110-й скилл. Да, пацаны, я теперь могу его, наконец-то, брать. Я сделал то, чего я реально очень сильно хотел. Блядь, рука чухается, сука. К деньгам, нахуй. Ебаный в рот. Ебаный в рот, к деньгам рука чухается, пиздец. Как вы знаете, я хотел до конца лета вкачать 110-й скилл. Это была такая моя маленькая цель, которую я хотел выполнить. Но, как бы, я купил таксопарк и думал то, что, ну все, как бы, я уже, в принципе, не успею. Но я потом все равно начал дальный катать, даже когда у меня был таксопарк. И вот потихонечку, потихонечку я работал и смог вкачать 110-й скилл дальнобойщика. Давайте я вам его покажу. Вот так вот это выглядит. То есть, вот 110-й дальнобойщика. Я уже сделал 140 рейсов. То есть, я уже продолжаю дальше работать. Катать рейсы, конечно, не прям очень активно. Но потихонечку, помаленечку, как бы, я этим занимаюсь. По факту, дальше нет смысла качать скилл. Потому что, как вы знаете, либо кто не знал, нету рейсов 120-го скилла. Поэтому, знаете, ребята, то, что если вы хотите там вкачать 120-й, не рвитесь, потому что в этом смысла нету. На самом деле, я когда вкачал 110-й, заработок реально поменялся. То есть, я стал больше зарабатывать. Особенно, если будет x2 день, либо x3 день. И я попаду на спрос, когда я буду брать 110-й скилл, то реально очень много можно заработать. В основном, я катаю длинные рейсы, как бы, я зарабатываю деньги. Потому что топы топами, пацаны. Но как-то особо потеть я не хочу. То есть, у меня есть ребята, которые работают, которым я выплачиваю премии. Ну, а мне, соответственно, нужно накатывать в день ту сумму, которую я выплачиваю. Понимаете? Чтобы я тем самым уходил в ноль. Поэтому, я стараюсь катать длинные рейсы. Также хотел бы вас спросить, вы хотели бы видеть будни дальнобойщика? Если хотели бы видеть, то, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Мне, конечно, больше нравилось катать на себя. То есть, когда я держал таксопарк, я, как бы, всегда работал на себя. То есть, я не мог там вступить в компанию. То есть, я работал на себя. И, как вы знаете, на газоне нету комиссии. И я всегда получал за рейс полную сумму. И реально так быстро просто деньги прибавлялись. То есть, разница реально есть. И я прям с кайфом ездил. Мне прям очень нравилось. То есть, я чисто длинный рейс собрал. Газон, кстати, пацаны, остался тот же. То есть, я его не продавал. То есть, я с ним ничего не делал. Осталось сюда только поставить неон. Поэтому, кто будет продавать статичный, либо неон-градиент, напишите, пожалуйста, мне. Я у вас куплю. То есть, у меня есть аудиосистема, третий чип, нитро, гидравлика. Мне осталось только поставить неон. Я думал о тем, чтобы поставить стробоскопы. Но я так подумал, что в этом нету смысла. Газон на стробоскопах вроде бы нету. А может быть и есть. Но на втором я точно их не видел. Но тратить как-то 150, там, 160 миллионов на какие-то стробоскопы, которые просто будут моргать. Они не будут нести какой-то функционал. Я посчитал то, что это бред. Поэтому я от этой мысли отказался. Кстати, на газончике можно даже бочком раздать. Вот так берешь, нитроцик подрубаешь. И въебываешься в контейнер, нахуй. Ебать людей, сколько на контейнеры приезжает. Я тоже, в принципе, мог бы контейнер открыть. Но как-то денег особо тратить не хочу. Ох, пацаны, полетели просто, ебать. В Австралию, нахуй. Ебать, сколько читеров. Это пиздец, пацаны, реально. Вот в последнее время просто очень много читеров. Кстати, да, с графикой, пацаны, на газоне можно реально бочком просто раздавать. Такие бублики крутить. У меня этот газон реально достаточно уже долго. Блядь, я не знаю, месяцев, наверное, 6. Это 100%. Он для меня уже как родной. То есть я его продавать не буду. Я его как бы затюнил. Я сюда поставил аудиосистему, номера. Я его покупал, третий чип, получается, нитро-гидравлика. То есть аудиосистемы здесь не было. Я уже сам потом поставил аудиосистему. То есть я реально доволен. Я не жалею, что я это сделал. Многие меня отговаривают, говорят, что я долбоеб. То, что я поставил аудиосистему. Но по итогу как бы я не жалею. То есть мне нравится с аудиосистемой кататься. Ну что ж, ребятки. На этом я буду заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Конечно же, подписывайтесь на канал. Кто желает, можете приходить в мою транспортную компанию. Я принимаю всех, как бы, без исключений. Поэтому буду каждому рад. Все полезные ссылочки есть в описании под видео. Поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну а я с вами буду прощаться. Возможно, увидимся завтра. Я реально постараюсь. Реально, не жалейте лайков. И подписывайтесь на канал. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok